Всем привет! Рада видеть вас на канале. Сегодня разберем инфаркт миокарда и его ЭКГ-диагностику. Этой теме будет посвящено несколько видеоуроков. Итак, поехали! Инфаркт миокарда это участок нежизнеспособного миокарда. То есть эти клетки погибли и больше не способны к сокращению. Чаще всего причина в остром нарушении кровотока по коронарным сосудам. Давайте посмотрим на эту картинку, где изображен сосуд и участок миокарда. В норме по коронарным сосудам кровь вместе с кислородом поступает к миокарду и питает его. С этим сосудом что-то произошло. Возможно это спазм, когда уменьшается просвет сосуда. Или внутри просвета сосуда растет атеросклеротическая бляшка, которая в какой-то момент становится нестабильной и полностью перекрывает просвет сосуда. И кровоток больше здесь невозможен. Так как этот процесс происходит остро, нет обходных путей кровотока, по которым бы кислород поступал к миокарду, этот участок миокарда погибает. Зона некроза формируется не сразу. После того, как кровоток прекратился, должно пройти какое-то время. И наша основная задача как специалистов оказать помощь вовремя и как можно раньше, чтобы не допустить образования зоны некроза, либо уменьшить ее. Комплекс симптомов, типичных для инфаркта миокарда, вместе с инструментально-лабораторными данными объединили в термин «острый коронарный синдром». Это сделали для того, чтобы как можно быстрее и качественнее оказывать помощь. В этом случае очень важно время. Чем быстрее будет диагностирован острый коронарный синдром и оказана медицинская помощь, тем больше вероятность спасти миокард. Острый коронарный синдром включает в себя острый коронарный синдром с подъемом сегмента СТ и острый коронарный синдром без подъема сегмента СТ. Для того, чтобы понять эту классификацию, разберем несколько терминов. Ишемия. Ишемия – это состояние, когда миокард недополучает крови. То есть в просвете сосуда растет бляшка, которая не перекрывает полностью просвет, то есть ток крови есть. Но, например, при физической нагрузке, когда повышается потребность миокарда в кислороде, то есть миокарду нужно больше кислорода для сокращения, этого просвета и этого тока крови недостаточно. Клетки недополучают кислород и, соответственно, развивается ишемия. На ЭКГ ишемия проявляется депрессии сегмента СТ и инверсии зубца Т. Вот здесь, если провести изолению, видно, что сегмент СТ находится ниже ее. Миокардиальное повреждение. Миокардиальное повреждение – это полная окклюзия сосуда, когда кровоток невозможен, естественно, с развитием ишемии. На ЭКГ миокардиальное повреждение проявляется подъемом сегмента СТ. Если проведем здесь изолению, увидим, что сегмент СТ находится выше изолении. Инфаркт. Инфаркт, как уже ранее я сказала, это смерть кардиомиоцитов, участок нежизнеспособного миокарда, грубо говоря, рубец. На ЭКГ инфаркт проявляется патологическим зубцом КУ. Для того, чтобы вспомнить критерии патологического зубца КУ, рекомендую посмотреть мои предыдущие ролики по анализу ЭКГ. Ссылочка сейчас здесь появится. В этом случае, при наличии типичной клинической симптоматики инфаркта миокарда, то есть типичного болевого синдрома, будет поставлен диагноз ОКС без подъема сегмента СТ. То есть клетки находятся в состоянии ишемии, клеткам недостаточной кислорода. Но кровоток по артерии есть. Инфаркт может в данном случае развиться, но его может и не быть. Эти симптомы и изменения могут быть вызваны нестабильностью на кардии. В этой ситуации необходима дифференциальная диагностика. В этом же случае, при наличии типичной клинической симптоматики инфаркта миокарда, ставят диагноз ОКС с подъемом сегмента СТ. То есть, есть прекращение кровотока по сосудам. И это приведет к развитию инфаркта миокарда. Здесь важно действовать как можно быстрее. Есть четкие временные интервалы, о которых мы поговорим в следующих видео. По ЭКГ также мы можем определить локализацию инфаркта и поврежденную артерию. Для этого нам нужно знать, повреждения какой стенки, в каких отведениях отображаются. Изменения в нижней стенке левого желудочка будут отображаться в отведении 2, 3 и АВФ. Очень важно, что изменения должны быть именно в нескольких смежных отведениях. А смежные отведения это именно те отведения, которые отображают повреждения одной стенки. Если мы видим депрессию сегмента СТ только в одном отведении, в втором, и нет изменений в третьем или в отведении АВФ, то это не диагностически значимо. У нас должны быть изменения в нескольких отведениях. Допустим, во втором и в третьем, в третьем и в отведении АВФ. Нижнюю стенку левого желудочка питает правая коронарная артерия. Давайте вспомним. Существует правая и левая коронарная артерия. Левая коронарная артерия делится на две большие ветки, это огибающая артерия и передняя межелудочковая артерия. Повреждения передней перегородочной области мы увидим в отведении В1, В2, В3 и В4. За кровоснабжение передней перегородочной области отвечает передняя межелудочковая артерия, то есть ветка левой коронарной артерии. Повреждения латеральной стенки левого желудочка будут отображаться в отведениях В5, В6, В1 и АВЛ. Чаще всего латеральная стенка кровоснабжается ветвями огибающей артерии. В редких случаях передней межелудочковой артерии. Изменения в отведении АВР диагностически незначимы. У левого желудочка есть еще и задняя стенка. Изменения задней стенки можно увидеть в дополнительных отведениях В7, В8 и В9. Но также зеркальное изображение изменений задней стенки можно увидеть в отведении В1 и В2. В случае развития инфаркта миокады задней стенки в отведениях В1 и В2 мы увидим высокие зубцы Р. Это как аналог зубца Ку. И также увидим депрессию сегмента СТ. Это как аналог подъема сегмента СТ. Задняя стенка левого желудочка в большинстве случаев кровоснабжается ветвями правой коронарной артерии. Тогда мы говорим о правом типе кровоснабжения. Однако в некотором проценте случаев задняя стенка левого желудочка может кровоснабжаться ветвями огибательной артерии. Тогда мы говорим о левом типе кровоснабжения. В следующем видео мы продолжим разбирать тему инфаркта миокарда. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Поставьте лайк этому видео, чтобы поддержать меня. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Продолжение следует...